Всем добрый день! Рада видеть вас на своем канале! Давайте сегодня приготовим очень вкусные, пышные, воздушные беляши с мясом. Итак, что нам потребуется для приготовления? Берем 150 мл воды, теплой, чтобы приятно было палец опустить. 15 г дрожжей, у меня живые, можете использовать сухие, тогда используйте 5 г. 1 ст. л. сахара, это 17 г. Мука у меня уже просеяна, 530 г. Берем из общего количества этой просеянной муки 2-3 ст. л. И просто соединяем все венчиком. Соединили венчиком и оставляем в теплом месте примерно минут на 20. В просеянной муке добавляем чайную ложку соли, это 7 г. Перемешиваем. Прошло 15 минут, подошла опара, дрожжи активизировались. Поднялась вот такая хорошая пенная шапочка. Теперь сюда, к подошедшим дрожжам, добавляем 1 желток, 120 мл теплого молока подогретого, и 2 ст. л. сметаны, это 60 г. И хорошенько перемешиваем. Добавляем жидкие составляющие к муке. И замешиваем тесто. И после добавления масла, хорошо вымешиваем тесто в течение нескольких минут. После того, как в течение нескольких минут поработаете с тестом, повымешиваете, оно станет вот такое вот, более гладенькое, приятно его будет взять в руки. Вот такой структуры слегка подлипает, но в то же время вот не такое жидкое, не текучее. Теперь берем немного капельку подсолнечного масла, капаем на дно миски, в которой мы делали замес, смазываем бортики, и швом вверх тесто выкладываем, переворачиваем. Тесто смазано, миска смазана, и будет тесто подсыхать, и будет хорошо тянуться вверх. Накрываем миску пленкой, и оставляем в теплое место на час-полтора для подъема. Для начинки я буду использовать фарш, у меня 420 грамм, можно брать 400, особо не важно. Беру половину такой огромной луковицы, или целую одну среднюю луковицу, соль и перец по вкусу, я буду использовать четверть чайной ложки черного перца, и чуть больше половинки чайной ложки соли. Фарш нужно посолить, поперчить по вкусу, по-вашему. Лук можно меленько нарезать ножом, но я предпочитаю из-за своих домашних натереть на крупной терке. Он тогда не особо ощущается, но и в то же время не такой мелкий, если его совсем размолоть, либо перекрутить на мясорубке вместе с фаршем. Вы можете сделать, как я уже сказала, нарубить, нарезать, перекрутить вместе с фаршем, либо сделать так же, как и я. Натерли лук, и такой немаловажный ингредиент, о котором не все знают. Это ледяная вода. Добавляем к фаршу пару столовых ложек ледяной воды, прямо вот из морозилки. Она у меня постояла в морозилке, она ледяная-ледяная. Две столовые ложки. Все, можно быстренько... Начинка готова, фарш готов. Через час можно сделать одну обминку. Вот так тесто замечательно подошло за один час, или чуть меньше. Сделаем одну обминку, обомнем тесто и оставим его еще раз подойти. Заново прикрываем, затягиваем пленкой и оставляем еще раз на подъем. Тесто подошло. В общей сложности оно мне подходило около двух часов. Час до обминки и час после обминки. Можно чуть меньше. Обминаем тесто. Тесто получается шикарнейшее, воздушное, нежное. Обминаем его и делим на одинаковые кусочки. Тесто не слишком жидкое, поэтому я буду пользоваться для формовки растительным маслом. Буду смазывать руки. Смазываю руки растительным маслом и делю тесто на одинаковые кусочки. Можно отвести их на весах для пущей точности, чтобы были прям одинаковые, но это не обязательно. У меня получилось 14 кусочков весом по 60-62 грамма. Теперь подкатываем каждый кусочек в шар и дадим им отдохнуть, полежать минут 10 на столе. Обязательно их, конечно же, прикрываем. Делаем это обычным стандартным способом. Рука вот в такую позицию. Берем шарик теста, слегка его обминаем и шарик бьется у руку и остал. Катаем. И таким образом поступаем со всеми. Сформированные шарики прикрываем полотенцем либо пленкой и оставляем минут на 10. Они слегка снова подойдут и готовые изделия будут более пышные и воздушные. Поэтому не пропускайте этот шаг. Формовка, как уже сказала, при помощи растительного масла лучше формировать жареные какие-то пирожки, беляши с помощью растительного масла, чтобы потом мука не горела на сковороде. Прошло 10 минут. Теперь берем подготовленный заранее фарш. Он у меня стоял в холодильнике. И формовать начинаем с тех шариков, которые мы сформировали первыми. Потому что они, естественно, на пару минут дольше подходили. Остальные не открываем, чтобы не сохли. Разминаем лепешечку. Раскатываем, как на обычные пирожки. Я еще люблю, как я всегда говорю, вот эта поверхность, по которой мы катаем. Она более гладкая получается. Поэтому раскатали, перевернули и на эту обратную сторону, видите, она не такая ровная, выкладываем начинку. И защипываем пирожки. У нас дома и бабушка, и мама всегда формировали беляши треугольной формы. И мне они больше нравятся, чем открытые беляши круглой формы. Поэтому я тоже формую треугольничками. Хорошенько-хорошенько защипываем, чтобы сок у нас не вытекал. И на смазанный маслом стол выкладываем, защипываем серединку, этот край. И делаем с обратной стороны два таких защипа. Треугольничек получится должен. Масло я уже разогреваю. Использовать буду примерно 500-600 мл растительного масла. Не измеряла, специально просто налила. Разогреваю на среднем огне. Когда вы так опускаете деревянную палочку, должны пойти активно пузырьки. Вот еще чуть-чуть ему, видите, долго-долго. Еще не сразу идут пузыри. Поэтому можете измерить температуру 170-180 градусов, если хотите заморочиться. Масла еще хочу отметить, должно быть достаточно много, но не чересчур, не полный такой фритюр, но и не мало. Если будет мало масла, они не будут просто-напросто пышные. Берем те, которые мы сформировали первые, и опускаем в разогретое масло. И опускаем швом вниз. Как только видите, что подзолотились, переворачиваем. И сейчас можно прикрыть крышкой. Выпекать как минимум по 3-4 минуты с каждой их сторон. Конденсат периодически приподнимаете крышку, и просто-напросто протираете салфеткой, либо полотенцем. Это, конечно, совет для начинающих кулинаров, потому что, если капать вода, естественно, это будет начнется стрелять во все стороны. Видите, у них такая характерная для столовских, скажем так, у этого теста, вот такие вот мелкие-мелкие пузырьки по поверхности. Только те были кругленькие, а я готовлю дома вот такими вот треугольничками. Можно делать и круглыми. Вот, выложила на салфеточку. Сейчас немножечко жир стечет, и можно будет убрать их в кастрюлю. Вот такую вот большую кастрюлю и выкладываю их туда, чтобы они мягенькие оставались. Такие вот красавчики получаются. Очень нежные, воздушные, пышные, горячие. Я не знаю, сейчас получится у меня разломать. Ой! Сок вытекает. Из них прям брызжет. Посмотрите, какие они сочные, пышные, ароматные. Тесто просто потрясающе вкусное. Видно, что оно вот какое воздушное. Переворачивать их во время выпечки несколько раз со стороны на сторону. Не обязательно их прям зажаривать. Вот положили швом вниз и зажарили прям до коричневой корочки. Нет. Позолотилось, переверните, потом в другой раз верните. Они так еще даже пышнее. Видите, получится еще более, лучше, хорошо прожарится все. Видите, формовка при помощи растительного масла. Ничего не горит. Нет вот этой гари во фритюре, в растительном масле, во время обжарки. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита. Вот такая вот кастрюля получается. Беляшей. Очень вкусное тесто. Универсальное. Можно делать любые пироги, пирожки. Можно его также использовать и для духовки. Попробуйте. Надеюсь, и вам понравится такой вариант беляшей. Всем пока. До скорой встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.